Вот так эта свалка выглядит на снимках со спутника. Белые, серые, коричневые участки – это груды мусора, которые копятся здесь десятилетиями. С каждым годом размеры несанкционированного полигона увеличиваются. А началось все с алибастрового карьера, который появился в 50-х годах прошлого столетия. После закрытия огромный котлован быстро приспособили под мусор. Глубина больше 50 метров, и жители привыкли с тех времен еще ввести туда мусор. На сегодняшний день свалка закрыта. У нас в селе работает ООО «Природа». Что-то они собирают мусор, но много мусора, тот, который скопился в селах. В это приходится людям свозить сюда и строительный мусор, и другие сопутствующие сельско-жизнеотходы. Свой весомый вклад вносят и осенизаторские машины. В Ниженке нет канализационных сетей, поэтому все фекалии из года в год оказываются здесь. Уже образовалось два зловонных озера. Шлагбаум из проводов и ограничительные надписи «Непреграда». Есть на свалке и свои обитатели. Это птицы. О том, насколько опасна встреча с пернатами, не понаслышке знает Петр Клементьев, недавним прошлым штурман. Не раз при наборе высоты, либо заходе на посадку, он встречался со стаей пернатых. К счастью, обходилось без авиапроисшествий. Но в начале 2000-х их было не так много, как сейчас, признается. Есть еще одна большая проблема. Свалка часто воспламеняется. Так, с 3-го на 4-е, 07-го 2018 года, с часу до 5-ти утра, возгорание пламя высотой более 100 метров. Это зафиксировано. Это где-то? Здесь, вот отсюда, вот отсюда, взрыв. Это зафиксировано руководителем полета в аэропорту Центральный. И далее, в 8.30, запах гари, дым ухудшил видимость на полосе. Полигон находится всего в трех километрах от взлетно-посадочной полосы. Поэтому представляет реальную угрозу самолетам. Транспортная прокуратура подала в суд на администрацию Нежинского сельсовета для ликвидации свалки. Но с предъявленными обвинениями ответчик не согласился. Подали апелляцию. Судебная коллегия по административным делам 6-го конституционного суда общей юрисдикции согласилась с выведами решения Оренбургского районного суда и апелляционного определения Оренбургского областного суда, оставив их без изменения, а конституционные жалобы административных ответчиков без удовлетворения. Только по предварительным подсчетам на полную ликвидацию этой свалки понадобится около 300 миллионов рублей. У администрации сельсовета есть 10 дней на обжалование и этого решения. Анонимых Владимир Зволинский. Новости дня.